здравствуйте друзья я вот думаю когда началась вот это портнов компьютер скул ну то есть грубо это когда я посадил две группы одновременно было две группы они начались вот в августе соответственно 92 года 94 а 28 лет назад было две группы одна там человек по моему 9 а другая человек 11 там все 18 так они с разным расписанием они шли и я к этому моменту проработал в профессии два года ровно два года то есть я начал 10 августа 92 года я начал работать в профессии а 20 августа через два года 94 вот я собрал ну этих людей которые были первыми и начал занятие у меня было некоторое представление о том чему я их хочу научить то есть как бы было несколько по одному человечку там было чека 3-4 до этого которых я так от прорепетировал нового во первых была моя светлана которая уже работала в это время там хотя или я по моему да я сейчас не помню тут все светлана была еще пару знакомых было и тогда лишь я так примерно понимал чего надо чтобы найти работу и существенно было не то что я два года уже проработал хотя безусловно для понимания профессии это нужно но существенно было что я уже несколько лет раз работу искал то есть если на первую работу меня привели за руку на вторую работу ну я уже сам нашел и третью работу я уже сам нашел уже я два раза сам искал работу я уже видел динамику этого всего и так далее и то есть как бы в голове сложился весь комплекс пойти то есть одно дело вот там вот человек знает предмет я думаю друзья что вы знаете лично довольно много народу которые знают предмет причем иногда виртуозно и самые простые вещи не в состоянии объяснить есть такие путаники что он берет простую вещь и так объясняет что думаешь она как это безумно сложно то есть конечно это определенный талант сложную вещь объяснить по простому чтобы человек понял это определенный талант там не только как бы чисто талант там еще и техника есть определенная то есть как бы То есть есть люди, которые профессионально владеют. Вот есть люди, которые просто так, естественным образом, одаренные, умеют хорошо объяснять. Но помимо того, чтобы предмет выучить, да, значит, надо понять, что из этого предмета нужно. Предмет большой, там он столько всего. А чтобы работу найти, надо вот столичка. И вот это вот столичка надо сформулировать. А для этого надо уже несколько раз походить, работу поискать, увидеть, что спрашивается, увидеть, что на самом деле происходит, ну и так далее. То есть там много чего надо, кроме знания предмета как таково. Кроме того, прохождение интервью, там резюме, ответы на вопросы, там что нужно, что не нужно, разговоры с рекрутерами, потому что там тоже столько всякой мутаты, что вот если, допустим, ты не знаешь и тебе не рассказали, то ты там похлебаешь как следует. И вот, ну таких потемках, таких будешь блуждать. Короче, у меня не было много опыта. Вот я иногда смотрю, там, говорят, мы там такие топ-ночь специалисты, там, что вот мы сейчас всех научим. Первое. Совершенно не факт, что ты в состоянии кого-то чему-то научить. Самое главное, что ты не должен быть никаким топ-ночь. Вот это не нужно. Для того, чтобы научить человека на уровень первой работы в тестировании, например, я думаю, что я спокойно мог бы это сделать, допустим, после там, с точки зрения знаний профессиональных. Да, я не имею в виду знания, так сказать, всего процесса, то есть чтобы целое заведение такое, да, от начала до конца. А в том смысле, что вот сколько нужно знать о профессии, чтобы там, допустим, передать это знание, и люди могли бы пойти найти работу. Да полгода. Если человек нормальный, адекватный вполне, он там полгода поработал, ребята, вы знаете гораздо больше, чем нужно для того, чтобы там пойти и найти работу, и там других этому научить. А что там? Ну что там есть такое вот? Что? Тест-кейсов там пописать? Там баг-репортов пописать? Что там есть? Тоже мне профессия, блин. Вот, поэтому есть вещи, понимаете, которые, чтобы преподавать, надо там годами, годами, годами учиться. Вот. А есть вещи, которые, в общем, такие они простые. Пару хохмочек там подхватил и пошел. Для этого не нужно, для этого не нужно знать много. Вот так же, как учитель, допустим, там, математики в пятом классе. Все, нам доктор наук нужен математических? Нет. А кто? Кандидат? Тоже нет. А что, он должен там мехмат МГУ закончить? Тоже нет. И на самом деле, чем меньше он знает математики, ну, в высоком таком смысле, да, тем лучше. Потому что если он какой-то весь очень математик, то последнее, что его в жизни там интересует, это как преподается математика, там, что там в пятом классе они проходят. Понимаете? Для этого нужно быть педагогом. Педагог должен иметь достаточно знаний, чтобы преподавать на том уровне, на котором он преподает. Есть разные, знаете, там, теории этого. Педагог должен знать в 10 раз больше. Хотя вот как математику в разах там мерить, знания математики, я не знаю. Ну, в 10 раз больше, там, в 5 раз больше. Да, я не знаю, может и в 3 раза больше. Но если он хорошо преподает, понимаете? А что такое хорошо преподает? Ну, вот есть тема. Он эту тему отработал. Да, то есть, может быть, он не один. Может быть, там, ему помогал кто-то. Знает, как бы, в системе образования там есть методисты, которые помогают там начинающим, не только начинающим. Вот там методика, преподавание. Не то, что там предметы, темы. Вот тема там такая-то, там, в пятом классе. Смотри, что там уже 5 диссертаций написали, как там по этой теме преподавание идет. И вот должно идти. Значит, надо быть педагогом. Если ты любишь преподавать, да, значит, умеешь. Это отдельно. Умеешь и любишь, это разные вещи. Есть люди, умеют. Есть люди, любят. Так же, как петь. Знаете, есть люди, я знаю, люди петь любят. Вы не хотите находиться рядом с ними в этот момент. То есть, как бы, даже мой непрофессиональный музыкальный слух, друзья, в этот момент сильно переживает, знаете. Вот, поэтому, так же, как историю. Знаете, есть люди, любят историю, знаете, но не знают. Хотя надо и любить, и знать тоже надо. Это отдельно совершенно профессия. И надо сказать, что среди инженеров, среди людей, которые там преподают технические дисциплины, практически нет педагогов. То есть, там есть люди, которые знают, ну, и дальше преподают. У них есть какой-то опыт преподавания. Они искренне верят, что они умеют преподавать. Ну, потому что они любят. Вот, и все такое. И к ним никто не предъявляет таких требований. Понимаете, там к ним и приходит методист на урок, который говорит, что ж ты, ё-моё, вот тут и тут и тут мог там прилично сделать. Я сделал, черти что. Вот, поэтому у них ощущение, что они еще и педагоги все. А в общем и в целом это профессия, друзья. Это профессия. Я не хочу сказать, что, допустим, если вы закончите педагогов, то вы станете там хорошим педагогом. Нет, хорошим не обязательно. Но я хочу сказать, что если вы не заканчивали там пединститут, и вообще педагогики никакой не изучали и так далее, и при этом вы любите преподавать, и вам говорят, что вы такой молодец даже во всем. Все говорят, какой хороший педагог. Вам бы как бы не стало хуже, а может быть даже и лучше было бы, если бы так еще немножко поизучали там педагогику, педагогическую психологию. Там есть такие науки. Вот, это профессия. Это профессия. Конечно, взрослым преподавать это не то же самое, что детям, или там, скажем, маленьким детям, там, и так далее. Разная педагогика есть, да, возрастная. Разные возраста. Возвращаясь к тестированию программного обеспечения, к моим воспоминаниям о том замечательном времени, там, 28 лет назад, когда вся эта колесница понеслась, я хочу сказать, не надо, не надо знать, не надо иметь 10 лет опыта, и не надо делать какие-то очень сложные вещи, потому что все равно новичку сложные вещи не нужны. Ему нужен вот базовый такой набор. В моем случае, как бы, сошлись сразу какие-то такие жизненные опыты в разных областях, которые вот как бы и создали вот эту, породили эту портнов компьютерского. То есть, с одной стороны, я, конечно, был человек в, естественно, научном смысле подготовленный, да, институт связи, там, математический факультет, там, университет Тверского-Калининского. А, с другой стороны, педагогический аспект, то есть, я, дело не в том, что я учился, там, в аспирантуре, там, в Академии педагогических наук. Это так, это между делом, это, так сказать, полировка такая. Но я работал методистом, я, кроме склонностей, которые у меня были, так сказать, просто человеческие к этому делу, я все-таки прошел какую-то полировку. И высшее педагогическое образование, и аспирантура педагогической, как бы, некоторая погруженность, вот, в разработку методов быстрого обучения. Я занимался разработкой методов быстрого обучения, там, несколько лет. И плюс два года поработал в тестировании, и плюс, там, несколько раз уже искал работу, и у меня такая картиночка такая ясная была этого рынка. И все равно было страшно, и думаешь, а вот мы сейчас как выкинем на рынок 20 человек на эту несчастную Кремниевую долину? 20 человек одновременно! Как? Как? Ну, конечно, нормально. Потом еще, там, 30 выкинули. Тоже нормально, знаете? Вот, сейчас уже никто их не считает, их, там, тысячами пакуют, упаковывают, и как-то они, не знаю, куда они там все деваются. Я не имею в виду моих, право их я более-менее не знаю, но я имею в виду такое. Движение стало народным, всенародным. Вот, так что сейчас только ленивый, друзья, не обучает других тестированием. Вот, видите, как за 28 лет маленький ручеек, вот как Волга, знаете, там, такой маленький такой родничок, там, на Валдайской возвышенности, так, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, а потом бах, и в Каспийское море. Друзья, кто не знает, Волга впадает в Каспийское море. Это не нужное вам знание, это абсолютно бесполезное знание, но, тем не менее, вот, значит, на этом бесполезном знании мы и закончим наш такой разговор о прошлом, друзья, о прошлом. Я не помню, я не помню Ленина, Петра Первого не помню, Ивана Грозного не помню, Куликовскую битву не помню, я маленький тогда был, ничего не помню. Но вот это более-менее, вот, помню, последние, там, вот, скажем, там, 28-30 лет жизни в Америке помню хорошо. Динозавров, друзья, с динозаврами скажите детям, чтобы вопросов не задавали, динозавров я тоже не помню, не помню. Были, я так, они мелькали где-то, но я не обращал тогда на них, это сейчас все интересуются, а в то время мы не интересовались. Счастливо!